Мотив для смены категории – слухи о боях с Масвидалем и рекордный гонорар, что известно о возвращении Магригора в UFC. 12 января 2020 года, 18.53 Сергей Стариков 19 января на турнире UFC 246 Конор Магригор проведет свой первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. За неделю до соревнований ирландец объяснил, почему решил сразиться с Дональдом Серони в полусреднем весе, рассказал о возможном поединке с Хорки Масвидалем и объяснил, собирается ли возвращаться в легкий дивизион. При этом в американских СМИ появилась информация, что за бой экс-чемпион в двух весовых категориях заработает рекордную сумму денег. Через неделю в Лаз-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году, а в главном бою вечера состоится долгожданное возвращение Конор Магригора в октагон. В настоящий момент он проводит заключительный этап подготовки к схватке, но даже это не мешает ему общаться с прессой. Так, ирландец дал интервью ESPN, в котором ответил на многие вопросы о выступлении в полусреднем весе, возвращении в легкую категорию и отношениях с будущим оппонентом Дональдом Серони. Магригор объявил о дате возвращения в клетку на пресс-конференции в Москве, и с тех пор персональные поклонники спортсмена с нетерпением ждали его следующего боя. Учитывая непрекращающуюся вражду с Хабибом Нурмагомедовым, многие предполагали, что будущая битва Конора пройдет в легком весе, но тот неожиданно решился попробовать свои силы в полусреднем. В качестве соперника был выбран Дональд Серони, который совсем недавно завершил выступление в дивизионе до 77 килограммов. Также по теме возвращения Магригорова UFC, дебют Сайборкве, Беллэйта, бой Алиника и Аскарова, самые ожидаемые события января в ММА Конор Магригор проведет первый поединок после поражения от Хабиба Нурмагомедота в октябре 2018 года. Соперником ирландцы станет. Неудивительно, что решение ирландца вызвало бурное обсуждение как среди болельщиков, так и в рядах экспертов, но впоследствии стали известны его мотивы. Как сообщали американские СМИ, Магригор вознамерился провести три боя в 2020 году, два из которых должны пройти именно в полусреднем весе. Так, он планировал взять верх над Сирони, затем побить Хорки Масвидоля, после чего опуститься на категорию ниже ради дуэли с чемпионом. При этом отмечалось, что его заботит не столько реванш с Нурмагомедовым, сколько само звание. Однако сам Коннор назвал еще один мотив для перехода в более тяжелую весовую. По его словам, это было сделано ради Дональду, которому не очень просто даются весогонки. Не думаю, что ему, Сирони, будет комфортно выступать в легком весе. Он боец полусреднего. Я могу одолеть его в любой категории, даже если подхвачу гриб. Так что мне этого не нужно. Мне бы просто сосредоточиться на тренировках и поддержании формы. Не хочу сбрасывать, набирать, а потом снова сгонять весовой. Меня устраивают мои нынешние параметры, заявил Магригор. Тем не менее, ирландец рискует столкнуться с серьезными проблемами при встрече с атлетом таких габаритов, как Сирони. Ковбой почти на 10 сантиметров выше и наверняка значительно тяжелее. Как сказал сам Магригор, за неделю до сражения его вес составил около 72,5 килограмма, что ближе к лимиту легкого, чем полусреднего дивизиона. С большим интересом жду боя в полусреднем весе. Мне нравится эта категория и то, что в ней сейчас происходит. Там и Хорке, Масвидаль, А.Т. со своим поясом, и другие бойцы, сражающиеся за титул. Чувствую прилив сил. Здесь передо мной открывается масса дополнительных возможностей, выразил мнение экс-чемпион. UFC. Таким образом, Магригор, возможно, намекнул на намерение стать первым в истории UFC обладателем титулов в трех дивизионах. Правда, это кажется трудноосуществимым ввиду габаритов и мощи полусредневесов. Достаточно вспомнить, что чемпионом является Камар Уусман, который весит около 86 килограммов и на голову превосходит возможного противника в физической силе. Тем не менее, сам Магригор заверил, что не намерен ставить крест на своих выступлениях в легком дивизионе. По его словам, он не закончил с ним и в любой момент может сделать необходимый вес, но хочет выходить в октагон свежим. Отдельно стоит отметить тот факт, что в преддверии будущей дуэли Магригор ведет себя необычайно уважительно. Любители смешанных единоборств привыкли к его эпатажным выходкам и билиют три шток в адрес визави, но на этот раз он говорит абсолютно иначе. По словам Канара, он питает большое уважение к Дональду не только из-за его яркой карьеры в ММА, ему импонируют и отношения Сирони с семьей. Тем не менее, экс-чемпион UFC напомнил о небольшой конфронтации между ними, которая имела место в сентябре 2015 года. Магригор уже заявил о своем желании стать чемпионом в двух дивизионах и готовился к поединку с действующим обладателем титула в легком весе Рафаэлем Доса-Аниосом. Сирони выразил мнение, что ему не удастся добиться успеха, и предостерег его от перехода в данную категорию. Между спортсменами завязался спор, который так и не привел к серьезной перепалке. Я же говорил, что буду с ним драться. У нас с Дональдом есть история. Непродолжительная, правда, но все же. Рад буду вернуться и начать свой сезон поединком с Дональдом. С нетерпением жду этого боя. 19 января буду блистать, творить чудеса в октагоне, что удавалось мне многократно. Только в этот раз будет нечто особенное, заключил МакГригор. Для МакГригора схватка с Сирони обещает стать особенной еще по одной причине. Как сообщили на сайте Essentially Sports, он заработает рекордный для себя гонорар в Мак-карьере, который составит 5 миллионов долларов и это без учета процента сплатных трансляций и денег от спонсоров, которые могут удвоить его прибыль. Американец также не останется в накладе и гарантированно получит 2 миллиона долларов. Для сравнения, за бой с Джастином Гаджи ему заплатили 195 тысяч долларов. Помимо интервью, МакГригор подогрел интерес к будущему турниру, опубликовав в Instagram фрагмент своей тренировки. Занятие состоялось в Институте для подготовки бойцов UFC Performance Institute в Лас-Вегасе, открытом в мае 2017 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от Собака Танатория Усма 9 Ян в 2028-39 Ожидаемо делал основный упор на ударную технику, но практически не подключал ноги. Подальше от Нурмагомедова, почему бой между МакГригором и Сирони пройдет в полусреднем весе 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Конор МакГригор сразится с Дональдом Сирони. Об этом сообщил президент Абсолютного. При этом его тренер по борьбе Дилон Деннис заявил, что Сирони не стоит переводить поединок в портер. По его словам, МакГригор обладает отличными навыками в бразильском джиу-джитсу и способен продемонстрировать их в любой момент. Конор всегда готов. Он один из лучших специалистов по джиу-джитсу, с кем мне приходилось бороться. Его навыки на другом уровне, так было всегда. Думаю, по определенным причинам люди его недооценивают. Но, если дело дойдет до портера, они сами увидят, насколько он хорош, цитирует Дэвиса. The Mike Life. Наставник ирландца по ударной технике Ауэн Родди отдал дань уважения Сирони, но выразил мнение, что МакГригора держит досрочную победу. Сирони искусный, хитрый и разносторонний. Он может создать проблемы на любой дистанции, но у каждого есть недочеты. Все дело в том, чтобы их обнаружить и ими воспользоваться. Дональд феноменален. Его любят болельщики, и это не просто так. Американец всегда выкладывается по полной, но не думая, что он обладает необходимыми качествами для победы над МакГригором. Когда Конор попадает, вопрос в том, как долго его оппоненты способны терпеть. Но обычно это не длится долго. Как только он нанесет точный удар, все закончится нокаутом, заявил Родди.